немножко не успела я до снегопада укрыть розы поэтому теперь вот они выглядят вот так и будем накрывать как есть выглядит каркас укрытия дуги связаны между собой веревкой чтобы не продавливалась снегом помощник пришел и сейчас поверху накинул тросил в принципе небольшой минус розам не страшен наоборот они закаляются стрясти этот снег у меня уже не получается потому что он растающий подмерзший но все равно посыплю сверху на всех залу лучше бы это было бы конечно сделать без снега ночью делать я под укрытие не обрабатываю никакими купоросами вот но вот всегда сыплю золу и пока инфекционного ожога вот я на розах не наблюдала по весне может быть в частности и из-за этого золу засыпали не знаю насколько это эффективно прямо по снегу когда снег будет тать она будет вместе со снегом уходить землю еще нужно обязательно разложить под укрытие что нибудь отпугивающие мышей потому что мыши очень любят делать под укрытием себе домики заодно грызут розы я использую такой березовый дёготь продается у нас в жоомагазине такая банка стоит 400 рублей бутылка вот и просто от наводки наливая дёготь и кладу под укрытие в принципе дёготь я думаю для мышей такой достаточно неприятный запах чтобы они туда не полезли дальше расставила под укрытие горшки а под маленькие розы положила с водой идея такая что это получается такие как бы ловушки для воздуха несмотря на то что горшки с дырками и при резких колебаниях температуры они будут служить такими аккумуляторами тепла или холода и будут еще больше сглаживать температуру под укрытиями вода по идее должна еще лучше с этой задачей справиться вот все готово к тому чтобы накрыть розу лутра силом лутра сил я использую 60-ку в два слоя это вот с прошлого года у меня остался и пришпиливаю сварочными электродами они довольно недорого стоят очень хорошо гнутся хорошо втыкаются в землю можно конечно лучше даже дешевле использовать использованные после сварки если есть возможность достать ну и вот в итоге все это выглядит как тот так утра сил конечно лучше натягивать чем плотнее тем лучше вот но это хорошо получается когда розарии прямые когда они такой вот полукруглой формы как у меня немножко похуже но чем лучше натянут лутра сил тем меньше будет провисать снег если его будет много в общем надеюсь что розочки теперь до весны будут хорошо себя чувствовать тем будет тепло уютно все всем спокойной ночи